Меня зовут Наташа, я координатор Фонде Рэй, фонд «Помогает животным» находится в Москве. Я работаю в фонде уже восьмой год, практически со времени его основания. И вообще как-то так пролетело незаметно время, и оказалось, что в сфере благотворительности я уже больше десяти лет. Но сегодня для меня такой первый опыт, на самом деле, выступления в подобной школе, вообще на подобном мероприятии. Я часто выступаю, но, как правило, несколько в другом качестве. У нас в фонде развито как раз-таки корпоративное волонтерство, я много рассказываю про фонд, но все-таки для неподготовленной аудитории, которая только соприкасается с этой темой, и которую мы рассматриваем как потенциальных волонтеров, тут все-таки я подозреваю, собрались люди профессиональные, поэтому мне, ну, уже как бы не новички, вот, поэтому мне, конечно, интересно, кто и с какими ожиданиями пришел. Вот, ну, это по желанию. Я надеюсь, расскажу что-то, что может быть полезным, расскажу про наш фонд, про то, в каких направлениях мы работаем, какие программы у нас есть, как мы взаимодействуем с волонтерами, в каких форматах, что мы выбрали делать и что мы считаем вредным, чем мы не занимаемся, про это тоже расскажу. Итак, сегодня речь пойдет именно о волонтерской работе, мы много чем занимаемся, но сегодня я акцент сделала именно на том, как мы выстраиваем работу с волонтерами, какие у нас именно в этом направлении ценности, правила, каких мы придерживаемся рамок и так далее. Ну, вообще, это мой кот, если говорить обо мне, то моя помощь животным тоже начиналась с волонтерства, то есть я не тот человек, который пришел в фонд по объявлению, вообще по профессии я редактор, и я была нормальной 300 котов назад, работала в издательстве, делала детские книжки, все было со мной хорошо. Но однажды я нашла вот бездомного котенка, совершенно больного, ужасно, в ужасном состоянии и не знала, что с ним делать. На удивление мне помогли совсем незнакомые мне люди. Меня это тогда шокировало, что я написала в интернете просьбу о помощи, они пришли ко мне домой, показали мне, что делать с котом, как его мыть, как его кормить, как его лечить, отвели меня в ветклинику, помогали мне делать ему процедуры, когда я была на работе. Ну, в общем, взяли такое шефство надо мной, я, естественно, почувствовала себя должной, восхитилась этим всем и вот так попала в сферу помощи животным. Долгое время была волонтером и профессиональными своими качествами рабочими помогала, то есть была редактором, работала с текстами и вообще втянулась в сферу помощи животным, стала работать руками, подбирать животных, лечить их. То есть весь этот путь я прошла на себе, я прекрасно знаю все подводные камни, все страхи и мифы, которые могут пугать, все барьеры, которые нас останавливают. И поэтому считаю, что имею право говорить о том, о чем говорю. Со временем вот я пришла в фонд Рейс, сначала стала волонтером, потом превратилась в сотрудника, когда фонд стал расти и потребовались люди уже на полную занятость именно работать. Так мое увлечение стало моей профессией, считаю, что сейчас уже я являюсь профессионалом, очень многое знаю в этой сфере, считаю, что многим, наверное, новичкам могу помочь что-то подсказать. Ну, Атише уже будет 12 лет в этом году, как видите, все у него ок, к сожалению, глаз у него нет от рождения, никто над ним не издевался, просто так получилось, он таким родился, но такие животные спокойно живут дома, не чувствуют никакого ущемления, не чувствуют себя как-то плохо, в общем, все у него замечательно вырос, счастливый, довольный, толстенький котишка. Итак, фонд Рейс, фонд на самом деле тоже образовался из волонтерского движения, которое существовало с 2012 года. Сначала просто несколько девушек собирали нужные вещи, везли их в приюты Москвы и Подмосковья, и это было тоже в качестве хобби, такое вот полезное занятие. Но со временем масштаб проблем стал понятен, известен и пугал. При этом девушки поняли, что они могут делать гораздо больше, и что на самом деле помощь надо как-то систематизировать, и желательно сделать ее регулярной, и вообще там непочатый край работы. Так организовался фонд, и вот сейчас в фонде уже 8 регулярных программ, которые постоянно работают, об этом тоже расскажу. На самом деле всю нашу работу можно условно разделить на две категории. Это прямая помощь животным, естественно, и опосредованная помощь через просветительскую работу. Это как раз работа с волонтерами, с постоянными, с основными, опытными, с новичками, привлечения людей и просвещения в целом общества о том, как гуманно относиться к животным. Об этом, обо всем будем сегодня говорить. Ну, если очень просто характеризовать нас и нашу миссию, то она вот так вот примерно выглядит, что мы чего хотим, чтобы все животные были счастливы всегда. Ну, вот такие незамысловатые у нас мечты и планы, что уж там. И вот сейчас, спустя 8 лет работы, вот так примерно выглядит фонд. Наши регулярные программы, которые постоянно работают, все они существуют на частные пожертвования, и большинство из них напрямую связаны с волонтерством. То есть они либо созданы для помощи волонтерам, либо они привлекают волонтеров, либо и то, и другое. Ну, и для начала я хочу сказать о таких общих ценностях фонда, на которые мы ориентируемся вообще во всей работе, и с волонтерами, и с партнерами, и друг с другом в целом. То есть это то, что нас объединяет, и то, для чего мы вообще это делаем, и как мы это делаем. Это в первую очередь эмпатия и забота о животных. То есть все, что мы делаем, это для животных. Основной наш, можно сказать, благополучатель – это животное. Да, мы помогаем через людей, именно поэтому мы всегда работаем с волонтерами, потому что напрямую, ну, как бы мы все равно задействуем людей. То есть мы не можем без участия волонтеров помогать животным, потому что команда фонда маленькая, а запросы большие, и для бездомного животного рядом всегда нужен человек. Это, как правило, волонтер. В нашем случае почти стопроцентно волонтер, потому что мы ориентированы именно на работу, помощь животным через волонтеров, с помощью людей, с помощью добровольцев. Следующее – это честность. Мы за открытость, прозрачность и в плане отчетности, и в плане коммуникаций, и внешних, и внутренних, особенно внешних, почему нам важно, чтобы люди, которые с нами знакомятся, к нам приходят, нас читают, видели реальную картинку. Даже если она не слишком приятна и заманчива, особенно в отношении волонтеров, очень важно говорить правду сразу. Это очень, ну, как пример, когда привлекают волонтеров, высвечивают какие-то плюсы волонтерской деятельности, что вот приходите в приюты, вас там так ждут, там вам будут рады, вы найдете там друзей, вы спасетесь там от одиночества. Тут надо всегда держать себя в руках. У нас принцип не только с любовью к животным, но и с уважением к людям. Поэтому нужно понимать, что высвечивая только плюсы и умалчивая о минусах, мы неизбежно спускаемся в обман, и человек может столкнуться с тем, чего он не ожидал увидеть в том же приюте. Ну и, в общем-то, это уже не будет помощью ни животным, ни людям, потому что и животным человек не поможет, и осадочек у него останется, и уйдет он с приюта, никогда не вернется. Ну, это как пример. Поэтому мы всегда везде за честность. Ответственность – это важно в нашей сфере. Почему? Потому что мы работаем с живыми существами. И нужно понимать, чтобы быть волонтером, именно который руками помогает животным, недостаточно быть добрым. Надо все-таки понимать, что это ответственность за каждое действие, за каждое решение. Мы должны нести эту ответственность, потому что, если что, пострадает животное. Ну, как бы здесь и наша безопасность, да, и окружающих безопасность тоже имеет значение, но за любое наше решение, кому мы животное отдали, забрали, когда мы его забрали с улицы, как, в какую ветклинику отвезли, ну, вообще любое наше действие, да, отразится как-то на живом существе, которое полностью нам подконтрольно, полностью зависит от нас. Оно само не может за себя ничего решить, не может само себя сводить к врачу. Поэтому нам важно доносить до людей, до волонтеров, что здесь важен разум, здравый смысл, холодная голова. И важно просчитывать свои действия всегда, если ты отвечаешь за живое существо. Я думаю, что это стопроцентно действует во всех сферах помощи людям, но здесь это тоже так же важно. Профессионализм. Мы учимся сами, и мы за то, чтобы волонтеры учились. То есть, опять же, мало быть добрым, мало просто иметь желание, чтобы это было безопасно и эффективно. Нужно хотя бы самые базовые правила и безопасности, и общения с животными знать. И на это часть наших программ как раз рассчитаны, и на это они работают, чтобы волонтеры были профессиональны. Да, нам не платят за это деньги. Да, мы занимаемся этим в свободное время, в том режиме, темпе и объеме, в котором мы сами решаем, но мы не можем снимать с себя ответственность, и мы обязаны быть профессиональны. Именно потому, что от этого зависит жизнь и здоровье животных. Ну и высокое качество и доказательность – это тоже принципы нашей работы, в особенности с… ну, в принципе, это касается всех, всей информации, которую мы выносим как эксперты, которые мы обучаем волонтеров, и это тот критерий, по которому мы выбираем партнеров. Например, ветклиники, с которыми мы плотно очень работаем в связке, мы руководствуемся доказательным подходом, мы выбираем врачей, которые, ну, грубо говоря, не прописывают фуфломицины, не разводят на деньги, и сами развиваются в курсе последних новостей о ветеринарии международных и так далее. Мы вот за такой подход, да, в каких-то случаях он будет дороже, он будет сложнее в плане реализации, но мы за цивилизованный подход, за высокий уровень содержания животных, ухода за животными, и мы прямо, ну, несем это в массы и гордимся тем, что мы работаем именно так, с самого основания фонда, то есть этот подход не менялся, мы стремимся к инновациям, следим за трендами, можно сказать, за новинками, стараемся все подхватывать. Ну и позитивный настрой. Это касается такого общего тона коммуникации, tone of voice. Мы поддерживаем в целом благотворительный сектор, мы против токсичности. Время токсичности ушло, лет 15 назад оно кончилось, уже не популярны и не заслуживают недоверия, не, ну, какого-то, ну, не заслуживают доверия подобные методы коммуникации, поэтому мы против любых манипуляций, шантажа, давления и так далее. Ну, это касается в первую очередь, ну, например, постов. Да, вот в зоозащите это прямо на каждый пункт можно привести примеры манипуляции и шантаж. Все видят эти посты, я уверена, в лентах, в соцсетях показываются. СОС, завтра выгонят на улицу, завтра усыпят, сейчас умрет, срочно нужна помощь, деньги. Это касается и частных лиц, и приютов, и даже фондов. Ну, как правило, это бывают фонды, там, какие-то мошеннические или просто непрофессиональные, может быть, люди там от незнания так делают или считают, что других путей нет. Из серии, ну, и там же находятся травмирующие фото и видео. Очень часто это бывают и мошенники, которые, в принципе, не заботятся о животных, а это просто, ну, фейковые страницы и фейковые посты. Но, к сожалению, есть и реальные волонтеры и приюты, которые грешат до сих пор токсичностью и действительно убеждены, что иначе не привлечь внимание людей, иначе не найти помощь, не найти финансирование, не найти волонтерский, ну, не привлечь волонтерский состав и так далее. Нет, мы считаем, что, да, мы помогаем животным, но, как я уже сказала, без людей животным не помочь. И мы, чтобы, в принципе, помочь животным, мы ищем людей, волонтеров, да, и мы и животных отдаем людям. Поэтому первое, что мы должны делать и учитывать, мы должны людей уважать, относиться друг к другу, к людям бережно и дружить с ними. Потому что, если мы не уважаем людей, то кто возьмет у нас животных, откуда мы найдем хороших хозяев, владельцев, и где мы найдем волонтеров, если мы не бережем их, да, а постоянно манипулируем, обманываем, нажимаем, шантажируем. Поэтому таких постов нельзя у нас увидеть, их вообще никогда не было. И мы резко негативно относимся вот к подобным. Когда мы выбираем, ну, то есть не то, что выбираем, принимаем в наши программы волонтеров, приюты, мы к этому очень требовательны, мы не сотрудничаем с теми, кто занимается такими вещами, потому что это не экологично, это не современно, это, ну, вообще полностью негуманно, ни к людям, ни к животным, это не помощь, это вред. Вот, поэтому это вот все, что касается, ну, то есть мы за все хорошее против всего плохого, это то, что касается наших таких основных ценностей, с которыми мы работаем. Теперь перейду к рассказу о наших программах. Конечно, первое, что вы увидите, зайдя на любой сайт фонда помощи животным или приюта, это непосредственная помощь, помощь животным, кормами, лекарствами, нужными вещами. Это одна из самых первых, самых главных программ, которая работает с самого начала, еще до организации фонда она работала. Просто если раньше это были две девушки, которые помогали двум приютам, то теперь это тысячи людей, с помощью которых мы можем помочь на регулярной основе более 40 приютам в Москве и Московской области. Почему только эти два региона? Потому что мы находимся здесь, мы живем здесь, и мы можем проверить и отвечать за, опять же, честность и открытость и правдивость всей информации. То есть у нас, например, все эти приюты, которые находятся в нашем, ну, под нашей, так сказать, опекой, которым мы постоянно помогаем и все время что-то привозим. Они с нами много лет, мы их поддерживаем много лет, и на заре, когда только начиналось это сотрудничество, у нас сама директор ездила лично по всем приютам и осматривала условия и оценивала состояние, то есть действительно ли это помощь животным, действительно ли они содержатся в приемлемых условиях и так далее. Конечно, эти списки постоянно пополняются, потому что мы растем, мы стараемся помочь как можно большему количеству приютов. И вот мы недавно поняли, что если раньше, ну, это были там какие-то вещи, которые собрали сами люди, принесли нам в благотворительные корзины, что-то там удалось, спонсоры передали, партнеры и так далее, то сейчас это реально регулярной помощи, более, менее 100 килограмм, например, корма мы не привозим никогда, то есть это всегда большие поставки, ну, 100 килограмм, если так считать, это, например, 10 мешков собачьего корма, и это, например, какой-то маленький частный приют, ну, вот обеспечить можно на несколько месяцев такой поставкой, небольшой, или там кошачий, например, приют частный. Кому мы помогаем приютам? Приюты это кто? Приюты бывают разные, но тут важно, на самом деле, что мы взаимодействуем с волонтерами, мы помогаем, есть приюты частные и есть муниципальные, муниципальные приюты вообще-то финансируются государством, но мы все понимаем, что животным всегда недостаточно, даже самых простых, ну, то есть не доходит до них, к сожалению, эта помощь, и даже самые простые их нужды не покрываются, не говоря уже о нуждах индивидуальных, как лечебный корм, специальное какое-то лечение, специальная помощь, которая нужна конкретному животному, это не вписывается в те тендеры, которые получает управляющая компания от государства, и эта помощь просто не оказывается, то есть эти животные, к сожалению, зачастую, ну, можно сказать, узники вот этой системы, и кроме волонтеров им вообще никто не поможет, вот мы не сотрудничаем в этом плане с представителями управляющих компаний, ну, либо сотрудничаем, общаемся по минимуму, вся эта помощь оказывается через волонтерские команды муниципальных приютов, и, конечно, мы поддерживаем частные приюты, потому что у них нет государственного финансирования, и тут у нас уже более плотная такая связь, коммуникация с владельцами приютов, с волонтерами. Кроме приютов есть, так скажем, волонтерские коллективы поменьше, у них может не быть каких-то отдельных зданий, административного фонда, они в основном содержат животных на частных передежках у себя дома, или организуют какие-то еще места, но это такой сплоченный волонтерский коллектив, который существует давно, они по территориальному принципу могут организовываться, там у нас, например, есть какие-нибудь там волонтеры, группа волонтеров Юго-Востока Москвы, с радостью поддерживаем, то есть мы в этом плане не формалисты, нам важно помочь людям, которые помогают животным, а уж они там какую имеют форму приюта или волонтерского объединения, нам это вообще не важно, важно, что люди постоянно этим занимаются, и мы их поддерживаем, и что они делают это грамотно, и действительно эта помощь доходит до животных. С кем мы не работаем, принципиально не работаем, потому что считаем это вредом, а не помощью. Собиратели животных, все мы их знаем, это люди, у которых по 50-100 и так далее, животных в квартирах, домах, каких-то постройках, и эти животные содержатся в неприемлемом, неадекватном состоянии, они совершенно точно страдают, вместе с этим страдают окружающие люди, то есть это соседи, которые ничего с этим не могут сделать, и вот бывает, что нам звонят и говорят, вот такая вот там квартира кошачья, значит, помогите, стерилизуйте, там, пролечите и так далее. Вот мы, к сожалению, вынуждены отказывать, потому что, как показывает практика и как говорит наука, психологи изучали вот такие вот явления, если туда прийти и принести этим кошкам или собакам корм, стерилизовать их, лечить их, ситуация, к сожалению, не поменяется, то есть все равно эти люди, ну, по патологическим причинам будут продолжать этот порочный, так скажем, цикл, и единственная возможность помочь этим животным, изъять их из этих квартир, поэтому тут у нас очень четкое ограничение, если к нам обращаются люди, волонтеры, которые говорят, что вот мы из таких квартир забрали животных и мы их разместили там в приюте или на передержке, мы заинтересованы ими дальше заниматься, вылечить, привести в норму, стерилизовать и найти хороших, ответственных, добросовестных владельцев. Вот тут мы полностью за, таких людей мы поддерживаем и по максимуму поучаствуем в судьбе животных от и до, то есть и со стерилизацией поможем, и все наши ресурсы, возможно, и предложим для того, чтобы таким животным помочь. У нас таких случаев есть много, когда и волонтеры брались за такие задачи, и даже просто неравнодушные жители забирали животных и организовывали всю эту помощь, и мы участвовали в этом. Это хорошо заканчивается, и это как раз работа на результат, которого мы хотим, чтобы животные были счастливы, и люди были счастливы вместе с ними. Ну, то есть тут, я думаю, что понятна вот эта грань. Нас за это можно осуждать, нас за это кто-то там не любит и ругается, и высказывает недовольство, то есть волну хейта мы ловим по нашим всем каналам, но это принципиальная позиция. Мы за цивилизованный подход к содержанию животных и против вот такого, по сути, это жестокое обращение с животными. Ну, мы стараемся быть против полумер. То есть есть фонды, которые именно вот такие случаи рассматривают и пытаются как-то разрешить. На самом деле это, наверное, тоже важная работа, честь им и хвала, но мы выбрали для себя, что нет, таким мы не занимаемся, наши программы рассчитаны на другое, на другие кейсы, на другие результаты. Мы принципиально не работаем с владельцами животных, когда звонит человек и говорит, а, помогите, денег нету, пролечите мое животное или стерилизуйте мне его, или там дайте корма, или еще чего-нибудь такое. Но тут, я думаю, все понятно. Мы называемся фонд помощи бездомным животным, и мы принципиально в этой позиции. Мы понимаем, что ситуации бывают разные у владельцев. Опять же, мы по этому поводу тоже ловим волны хейта, потому что, конечно, всегда позвонит кто-нибудь, кто будет акцентировать наше внимание и прямо давить на то, что мы многодетные, или мы пенсионеры, или мы там, я не знаю, кто еще. Ну, то есть, подчеркивать какой-то свой социальный статус, из-за которого мы вроде как должны помочь. Но нет, у нас есть устав, у нас есть название, у нас есть конкретные программы, и мы помогаем бездомным животным. Очень жалко владельческих животных, которые не получают помощи. Как мы говорим, как я лично говорю, не так страшно заболеть, будучи животным, как страшно остаться без помощи. Это пытка, это жестоко. Но мы, со своей стороны, все для этого делаем, чтобы этого не произошло. Мы за поиск ответственных владельцев, мы за информирование, за грамотность владельцев, за их просвещение, мы всем этим занимаемся. Мы за то, чтобы бороться с проблемой, а не со следствием. Именно поэтому мы не работаем с безответственными владельцами и с хордерами, с собирателями животных. Ну, естественно, мы не работаем с мошенниками. Это, я думаю, тоже понятно, но я это указала для того, чтобы подчеркнуть, что у нас есть внутренняя, довольно строгая и многофакторная система проверки каждой заявки, которая к нам приходит. Конечно, я не могу описать это как-то системно, потому что нельзя создать такую систему, чтобы проверить полностью, врет человек, например, или нет. То есть мы можем загуглить, посмотреть информацию в интернете, пробить там номера или еще что-то. Мы можем опросить все приюты, которые там с нами уже работают, знают ли они, например, такого условно нового игрока, там какой-то новый приют, который к нам обратился. Но, конечно, очень часто, ну, есть какие-то психологические такие моменты, когда уже в разговоре мы, можно сказать, тестируем заявку, чтобы понять, действительно ли животное нуждается в помощи, действительно ли к нам обратился волонтер, а это не какой-то человек, который, ну, просто хочет заработать на фонде. Ну, в общем, мы к этому строги, и тех, кого мы приняли в свою программу, мы тоже за ними наблюдаем, как они ухаживают за животными, как они, в каких условиях они их содержат, это касается и приютов, и волонтеров, кому они отдают, насколько они ответственны, насколько они продолжают общение с владельцами, интересоваться о судьбе животного, потому что для нас важно не только, чтобы животные просто были отданы кому-то, и галочку поставить, что ох, мы отдали, нашли дом, молодцы. Для нас важно, чтобы это животное прожило долгую, счастливую жизнь, в заботе, в любви, приносило радость своим владельцам, и чтобы оно было гарантированно, застраховано от того, чтобы снова оказаться на улице, или оказаться вот в такой ситуации, когда ему не помогают, когда ему вредят, когда ему не оказывают помощь, когда она нужна, и так далее. Еще одна программа наша такая, самая основная, это стерилизация. Ну, думаю, по этой картинке сразу видно, зачем эта программа нужна, однако она, конечно, до сих пор вызывает много споров в обществе, до сих пор есть такой, ну, безграмотный, не то, что безграмотный, а от отсутствия грамотности информации существующий подход, мнение, что это против природы и так далее, ну, с этим мы давно боремся и работаем, всем все объясняем, у нас есть и просветительские там всякие материалы, и сайт, и посты, и буклеты, и, в общем, чего мы только не делаем, чтобы объяснять это людям, но, как бы, картинка говорит сама за себя, да, если мы не будем это делать, то мы погрязнем просто в количестве животных, которые никому не нужны, и просто нет столько людей, чтобы этих животных забрать. И мы все-таки за то, чтобы делать это гуманно, наша программа стерилизации существует тоже, с самого основания фонда, и ее прелесть и особенность в том, что она работает регулярно. Да, мы зайдем, если на любой сайт зоозащитного фонда, мы увидим там программу стерилизации, потому что помощь животным, она предполагает стерилизацию, если мы хотим делать это грамотно. Но при этом нужно понимать, что это дорого, это напряжно, это тяжело, и у этих программ, вообще у всех программ стерилизации, любых, которые существуют в нашей стране, и государственных, и негосударственных, и у фондов, и у приютов, и так далее, есть две проблемы. Первое – это количество, второе – это качество, и это связано, потому что если мы хотим делать это регулярно и много, то будет страдать, скорее всего, качество. А если мы хотим делать качественно, то это требует ресурсов, в том числе финансовых, и, соответственно, вот кто-то балансирует, а кто-то не балансирует, и очень часто, опять же, страдают животные, потому что, ну, это не качество, очень часто проводятся некачественные операции, поточные, когда, ну, страдает, в общем, животное от того, что недостаточно качественно работает программа. И вот мы можем гордиться и гордимся тем, что наша программа, ну, довольно качественная. Мы, во-первых, она регулярна, то есть за все годы работы фонда она не прекращала свою работу. Да, это могло быть разное количество животных. Сначала мы стерилизовали 20 животных в месяц, сейчас мы можем себе позволить стерилизовать до 150, но у нас очень редки такие ситуации, их практически нет, чтобы к нам обратился человек, и мы ему отказали просто потому, что там не хватает финансирования, или у нас длинная очередь. Нет, мы стараемся работать оперативно, принимать всех, кого всех. Опять же, мы работаем с волонтерами приютов. Здесь более широкий спектр, чем в программе помощи приютам, потому что мы помогаем всем бездомным животным. Это и животные, которые уже живут в приютах, это животные, которые живут на передержках, то есть, которых волонтеры забрали с улицы и без участия приютов самостоятельно стараются устроить. Таких мы людей очень поддерживаем. Это опекуны уличных животных, то есть, это тот случай, когда мы стерилизуем животное с помощью опекуна, и животное потом возвращается на место обитания. К сожалению, это тоже полумера, но мы знаем, что хотя бы оно не будет размножаться, и за счет того, что есть опекун, все-таки для уличного животного это более-менее благополучная среда, потому что есть человек, который наблюдает, кормит, следит за здоровьем, ну, как-то контролирует ситуацию, и на самом деле есть животные, которых невозможно забрать в приюты и устроить в дома, потому что они от природы дикие, да, и их тяжело приручить, это уже не изменится. Единственное, что мы можем сделать для таких животных и для себя, для общества, это стерилизовать их, чтобы контролировать размножение, чтобы дикие не плодили таких же диких, чтобы не распространялись там инфекции от перенаселения и все такое прочее. Вот тут мы стараемся поддержать опекунов. Наша программа, конечно, не идеальна для таких уличных животных, потому что мы работаем с частными клиниками, и там не всегда есть возможность вот прям с улицы принять в стационар. Но мы стараемся все равно таких животных принимать, искать возможности, договариваться, в общем, чтобы и на улице эту ситуацию как-то контролировать. Ну, и в целом, чтобы участвовать в этой программе, не обязательно быть постоянным волонтером, волонтерить в приютах. К нам обращаются вообще просто неравнодушные люди, граждане, жители подъездов, которые хотят местных кошек стерилизовать подвальных, жителей СНТ, которые хотят местных животных стерилизовать. Мы таких людей тоже принимаем, и это как раз-таки, ну, такое естественное, как сказать, естественный прирост случайных, стихийный прирост волонтеров, которым мы вроде как не занимаемся специально, но у нас есть такая программа, и люди, когда видят животное, задумываются, а что бы мне сделать, чтобы оно хотя бы не размножалось, выходит на нас и таким образом как-то включается. То есть есть и случаи, когда человек стерилизовал кошек в своем подъезде, там, в своем дворе, в своем подвале, и все, он один раз у нас поучаствовал и больше не появлялся. А есть случаи, когда человек видит, что это работает и думает, так, ну, я вот одну кошку простерилизовал, давай, я могу и вторую, и третью, и включается в это и становится таким вот важным помощником для нас, потому что его руками мы тоже, ну, с помощью его рук, его времени, мы тоже можем помочь как можно большему количеству животных на улице. Ну, и здесь мы тоже не работаем с собирателями, мы по тем же причинам с владельцами животных, и, естественно, контролируем мошенников, отсекаем мошенников. Почему идут к нам? Мы замечаем такую тенденцию, что даже при наличии других программ, люди все равно готовы даже в очереди постоять, подождать, если вот все места вдруг в клиниках заняты, например, освободятся через неделю, готовы ждать, только лишь бы попасть к нам. Я это понимаю, как волонтер, я сама сделала бы так же, без прямо лишней, ну, как бы, что называется, не хвалясь, а просто разложим по фактам. У нас регулярная программа, как я уже сказала, то есть нам пишут волонтеры, что там вот мы обратились туда, там нам не отвечают, обратились туда, а там финансирование прекращено, а там очередь большая, а там вообще уже не работает и закрылась, хотя на сайте указано. Вот у нас всегда работает, у нас не прекращает эта программа работать. Она не останавливалась ни в пандемию, ни в кризисы, ни в когда случился дефицит, там лекарств не было, наркозов и всего такого прочего. Мы работаем всегда. Мы за высокое качество, как я уже сказала, особенно это касается выбора клиник, выбора врачей. Мы стараемся разбираться в ветеринарии. Я лично курирую эту программу все эти годы, и я посещаю, как и врачи, профессиональные семинары, лекции, конференции по ветеринарии, по зоопсихологии, чтобы быть в курсе, что мы и как делаем, чтобы уметь говорить с врачами не на их языке, а потому что я все-таки не врач, но все-таки так, чтобы понимать их и чтобы они меня поняли. То есть все-таки найти какой-то способ понимать друг друга. Поэтому так же, как мы проверяем приюты и все заявки, которые к нам поступают от благополучателей, точно так же мы проверяем и ветклиники партнерские, с которыми мы работаем. Есть такие программы стерилизации, которые работают со своими врачами. То есть просто нанимается врач или какое-то постоянное сотрудничество с конкретной клиникой, с конкретным врачом. Вот у нас не так. Мы сотрудничаем с десятками клиник, тоже по Москве и по Подмосковью. И это всегда частные клиники высокого уровня обслуживания. Для нас важно, чтобы между животными не делали врачи различий, бездомное оно или домашнее. То есть оно должно получить точно такой же прием, сервис, уход и услугу, как и домашнее. Даже если оно приехало с улицы, даже если оно непрезентабельно выглядит и так далее. Мы платим не только за качество услуги, но еще и за этот сервис. И это принципиальная вещь, чтобы не было никакой дискриминации. Как правило, конечно, ее и нет, потому что все-таки ветеринарные врачи – это такая профессия, где работают увлеченные люди, лояльные к животным. Они их, как правило, любят, и в этом плане все хорошо. Но мы это тоже проверяем, собираем с волонтеров всегда обратную связь, разбираемся в каждом конфликтном или каком-то странном случае, когда возникли какие-то недопонимания или вопросы. У нас индивидуальный подход. Это значит, что у нас нет поточного отношения, что все животные туда, к Марьи Ивановне, к тому врачу. Нет, у нас много клиник, они разного уровня, там разные врачи. И это дает нам широту и больше возможностей индивидуально подобрать помощь для каждого животного. Потому что часть из них приезжает с улиц, а большинстве из них мы ничего не знаем, в том плане, где они жили раньше, в каких условиях, какие у них патологии. К сожалению, нет возможности ни у волонтеров, ни у нас поголовно всех полностью обследовать, вот прям чекап всем сделать. Поэтому у нас есть тоже такие внутренние шкалы оценки состояния животного, оценки рисков. И есть возможности, например, животное пожилое или с хроническими заболеваниями, с повышенными рисками направить в такую клинику, где будет повышенное внимание, где, например, могут работать с высокими анестезиологическими рисками, где есть возможность реанимации и так далее. То есть сохранение жизни и здоровья. Как я уже говорил, наш основной принцип – это забота о животных. И здесь она вот прямо явно обязана выражаться, потому что почему мы, собственно, выбираем платные клиники, ну вот партнерские, и у нас там нет каких-то своих врачей, потому что это клиники с проверенным высоким уровнем. И да, это будет дороже, но это означает качество. Мало просто стерилизовать животное и прекратить его репродуктивную функцию. Для нас важно, чтобы это было сделано современно, качественно, бережно, к животному, чтобы это не был человек-оркестр, как я указываю. Вот здесь это врач, который, ну, оперирует условно на коленке, и там может из-за анестезиолога, из-за хирурга одной рукой оперирует, другой рукой дает наркоз, третий подметает пол в это же время, и еще, третьей рукой, и еще и по телефону говорит. Нет, нет, нас такие специалисты не интересуют. У нас в клиниках работают профессиональные опер-бригады, есть анестезиолог, который ответственен за жизнь животного и отсутствие боли. И нам важно, чтобы не просто оно было стерилизовано, а чтобы оно не имело, чтобы животное не имело потом последствий, то есть оно сохранило здоровье и физическое, и психическое, потому что есть и психологические травмы после некачественных операций, когда животному было больно, ну, и с этим очень сложно потом жить, и владельцам с этим очень сложно жить. И, ну, что у нас еще есть, это поддержка куратора 24 на 7. Это, конечно, специалисты по выгоранию не оценят, но мы все-таки эту поддержку оказываем, то есть я как куратор программы, мой телефон всегда работает. Конечно, это не значит, что я буду ночью вести беседы с кураторами на тему, как сложна жизнь и что надо помогать котикам, но если вдруг, не дай бог, какая-то экстренная ситуация произошла, когда животному плохо, когда вдруг угроза жизни, здоровью, какое-то осложнение, это не может ждать, когда я выйду с выходных, когда я посвящу время себе и буду готова к трудовому дню, поэтому мой телефон работает всегда, и если что-то случается, мы оперативную поддержку оказываем всегда. У нас есть круглосуточные клиники, если у нас какие-то сомнения по состоянию животного, мы отправляем, мы всегда, мы отправляем на, ну, естественно, на проверку, на дообследование, на, ну, в общем, и на лечение, если нужно. Если нас что-то беспокоит, у нас какие-то сомнения, мы всегда можем взять второе мнение, чтобы понять, все ли было качественно проведено, и мы всегда отвечаем за результат. То есть правила нашей программы касаются и того, что если, не дай бог, ну, понятно, что в любой работе бывают и ошибки, и живой организм, это не техника, да, не механика, его тяжело предугадать, и бывает, что врачи все сделали правильно, но, к сожалению, там возникли осложнения по независимым от ни от кого причинам. При этом мы понимаем, что мы работаем с животными бездомными, это всегда повышенный риск, потому что у них могут быть там и повышенные, патологии и неизвестные нам всякие, ну, какие-то реакции, да, они могут выдать, поэтому, но мы всегда готовы подключиться к этому, и даже если происходит ошибка по чьей-либо, там, по вине врача или не по вине врача, мы в этом подробнейше разбираемся, делаем работу над ошибками, естественно, прилагаем все усилия, чтобы, как в первую очередь, животное нормализовалось, и по минимуму ущерба для него от этого было, ну, и, соответственно, сами делаем всегда выводы, что нам сделать, чтобы этого не произошло, что нам сделать, расторгнуть договор с клиникой, например, или там заменить какие-то материалы, то есть мы об этом думаем вместе с врачами всегда, и у нас очень хорошие врачи и партнеры, то есть они идут на диалог, потому что им тоже важно, чтобы все было качественно, и если есть какие-то ошибки, устранить их и не делать больше. Все-таки мы считаем, что, ну, работаем с такими врачами, для которых важно здоровье и жизнь пациента, и из них никто не хочет осложнений и смерти на столетие более. Мы все работаем для этого. Ну, и я пометилась, чем мы не работаем, это выездные бригады, когда, например, нам звонят и говорят, ой, мы находимся там под Тулой, а можете к нам приехать и стерилизовать там 15 собак. Нет, мы так не делаем. Да, такое практикуется, такое есть в нашей стране, особенно в регионах, и, к сожалению, просто нет часто возможности сделать это качественнее, но у нас, поскольку это возможность есть, мы все-таки вот в этом направлении работаем, и это мнение несем и, ну, как бы демонстрируем. Мы не работаем с выездными врачами, потому что это опасно, это дополнительные риски, это антисанитария, и все это за счет животных. Мы не хотим делать за счет животных. Мы хотим, чтобы был пример, как можно сделать качественно и правильно. Мы на это тратим свое внимание и силы. Мы не работаем с программами ОСВВ, это государственные программы, они важны, но просто они, ну, это совсем другое направление. Бывает, что нас путают и вот пишут к нам по этому вопросу, но нет, это не мы, и мы не связаны никак с ними. Поточная стерилизация – это то же самое, ну, что я сказала, то есть там приедьте и стерилизуйте 15, или давайте мы вам привезем 15, а вы быстренько их порежьте. Нет, мы так тоже не делаем. Каждое животное проходит предоперационную подготовку, его осматривают специалисты, то есть это не так, что их вот в рядок положили и быстренько там врач прошелся. Мы против этого, мы так не делаем. Ну, и, как я уже сказала, человек оркестра, мы с такими не работаем. К нам, бывает, обращаются такие клиники, хотят с нами работать, и в процессе беседы выясняется, что, например, там один единственный врач, который делает все. Ну, мы понимаем, что это невозможно. Мы же, люди, аппендицит не вырезаем на кухонном столе себе, и зубы, например, не лечим у гастроэнтеролога, а желудок у стоматолога. Вот у животных то же самое. В 21 веке уже есть узкие специализации, и мы за современную цивилизованную ветеринарию, научно обоснованную, доказательную, высокого уровня. Вот это касается вот этой программы, которой мы очень гордимся. Как это работает? На примере, да, вот мы стерилизуем порядка 100 животных в месяц сейчас, и вот мы посчитали, ну, у нас есть постоянные участники программы, то есть это волонтеры, которые много лет занимаются животными, естественно, они постоянно их забирают с улицы, у них появляются новые подопечные, мы таких поддерживаем на постоянной основе, у нас очень много таких. И вот, например, мы поддерживаем приют в Балашихе, маленький частный приют, и его содержат 3 женщины средних лет, и они большие молодцы, потому что они по своему округу, по Балашихе огромную проблему бездомных кошек решают, у них порядка 90-100 кошек всегда содержатся, и вот мы посчитали, что мы за несколько лет стерилизовали им 110 животных и сэкономили огромнейшую сумму, что это значит, что, ну, мы представим, да, частный приют, понятно, что они собирают какие-то пожертвования, понятно, что они сами вкладываются, может быть, у них есть постоянные помощники, но это огромные суммы, и мы им их сэкономили, сняли с них эту нагрузку, они смогут, например, свои освободившиеся финансовые ресурсы и тратить там на лечение или на хозяйственные нужды, на оплату аренды, на что угодно другое, вот это тоже такой побочный эффект программы, когда она помогает волонтерам нести эту тяжкую ношу, в том числе и финансово. Ну, еще у нас есть программа лечения, и тут то же самое, это сотрудничество с большим количеством клиник, когда мы можем предоставить лечение у узких специалистов, стоматологов, онкологов, ну, опять же, сейчас большинство раков излечивается или входит в ремиссию, и мы этим тоже занимаемся, мы таких животных берем, да, это бывает сложно, это бывает дорогостоящее, но когда у животного есть волонтер, который готов этим заниматься, мы всегда это поддерживаем, берем в том числе и пожилых животных, вот в такую программу, чтобы тоже это был такой, ну, как сказать, пример милосердия и доказательной, правильной, грамотной помощи, чтобы те люди, которые нас читают, которые нас смотрят, владельцы животных, волонтеры из других регионов, видели, что, в принципе, это возможно, что это лечится, что это вот, ну, можно все, что этого можно достичь, и это, ну, тоже такая вроде бы программа лечения, но у нее есть такая, как, я считаю, просветительская роль, просто доносить до людей примеры, что вот так бывает, что есть такие врачи, что есть такие места, что есть такие люди, которые готовы этим заниматься, а главное, есть люди, которые готовы это поддерживать и на это присылать деньги. Для меня это тоже, ну, такой триумф милосердия, что можно взять пожилое животное с улицы и дать ему дом, и вылечить ему рак, и оно еще проживет несколько лет и будет радовать людей. Вот, кстати, на фото именно такой код, он прямо сейчас у нас проходит в фонде лечения, у него тяжелейший рак в последней стадии, его забрали с улицы, и он сейчас живет на передержке с медицинским уходом, вошел в ремиссию по раку, вообще замечательно себя чувствует, и, похоже, умирать не собирается, потому что жизнь стала в кайф, собственно, хочется еще ему здесь задержаться. Почему к нам приходят ветклиники? Вот это важный вопрос, который я хотела осветить и рассказать как раз о нашем опыте. Вообще, ну, мы работаем уже довольно давно, и я вот как раз отвечаю за коммуникацию с ветеринарными клиниками, с партнерами. Это самые важные, одни из самых важных партнеров для фонда, который занимается помощью животным, да, и для приютов, потому что лечение – это наша каждодневная работа. И, к сожалению, есть много клиник и врачей, которые не хотят работать с волонтерами, потому что у них был негативный опыт, потому что это приводило к скандалам, к неразрешимым спорам, к какой-то ненужной суете, ругании, к каким-то публичным конфликтам, которые вот прям выносились в публичное поле. Ну, в общем, допустим, клиника испытала репутационный удар или там ее незаслуженно, как они считают, ослабили, оклеветали. А волонтеры считают, что, например, там животных их убили или неправильно лечили. Ну, то есть вот такое противодействие сторон, оно очень часто наблюдается в нашей сфере помощи животным. И вот здесь, как я вижу за столько лет работы, что это как раз проблема коммуникации. То есть когда две стороны в конфликтном случае, в каком-то тяжелом моральном состоянии, потому что работа связана, наша волонтерская деятельность связана с больными, страдающими животными, которые еще и периодически умирают. Это отдельная психологическая проблема, с которой приходится справляться и зачастую на бегу, когда даже у людей некогда, не бывает возможности остановиться, продохнуть и пережить это горе, утраты животного, подопечного питомца. И плюс еще, ну, это психологический такой момент, что когда случается такое горе, и владельцы, и волонтеры очень часто ищут, кто виноват, кого обвинить. Конечно, врач, да? Он же не вылечил, то он же не спас. И вот здесь, ну, я считаю, что мы все-таки наработали хороший опыт коммуникации. Большинство клиник, с которыми мы работаем, с нами давно. И есть даже такие примеры, когда у клиники менялись учредители или главные врачи. Ну, то есть, например, человек работал в одной клинике, мы там познакомились, стали сотрудничать, потом, например, он ушел в другую клинику, стал там главным врачом и сам с нами связался и по своей инициативе продолжил сотрудничество уже на базе другой клиники. То есть, у нас есть и такие партнеры многолетние, которые вот уже врачи, например, переходят и сами инициируют дальнейшую работу совместную. Вот. И почему так происходит? Я пыталась вот прям для этой презентации проанализировать. И получается, что мы уважаем своих партнеров, то есть мы не пытаемся там их обвинять или что-то требовать, что они там нам должны, что вот мы же спасаем животных, и значит, нам люди должны. Это такая бывает позиция у волонтеров, у зоозащитников. Нет, мы благодарны за сотрудничество, мы понимаем, что это действительно жест доброй воли. Понятно, что мы платим за это деньги и зачастую немалые, но тем не менее большинство клиник дают нам скидки. Да, они небольшие, но все-таки это скидки. И понятно, что тоже идут на какие-то риски, потому что бездомные животные – это всегда риск, и идут нам навстречу, входят в наше положение, предоставляют нам какие-то свои условия, которые нам нужны. Ну, в общем, это жест доброй воли и участие в благотворительности, и мы в любом случае благодарны за это. И люди чувствуют благодарность, их хорошее, адекватное партнерское отношение. Это важно. Мы умеем сотрудничать в том плане, что мы прозрачны, мы предоставляем все документы, отчеты у нас юридически все чисто, и наши партнеры могут быть уверены, что в этом плане мы не подведем. То есть никакие там налоговые проверки к ним не придут, и не будет такой ситуации, когда им там отчеты сдавать в бухгалтерию, а у них нет от нас документов. То есть в этом плане мы очень за этим следим. Но самое главное – мы ценим труд. То есть мы ценим каждого врача и его вклад, и у нас формируется какое-то такое уже партнерское, дружелюбное общение, то есть когда мы не просто ставим их перед фактом, что вот животные вылечите или стерилизуйте, мы советуемся, мы обговариваем какие-то ситуации сложные, мы предупреждаем, опять же, о каких-то сложных случаях и так далее. И именно поэтому, наверное, мы стали способны к такому долгосрочному, дружелюбному партнерству и сотрудничеству. И что мы научились за эти годы делать? Мы разрешаем конфликты продуктивно. И мы правда считаем своей целью донести до врачей, доказать им, показать им, сделать так, чтобы они поверили, что волонтеры, мы все адекватные люди, мы помогаем животным, но мы делаем с ними одно дело, то есть мы заодно, мы в одной команде, и мы их понимаем, мы понимаем все их сложности, их сложную работу, и не требуем от них невозможного, что мы не считаем, что они боги, что они там обязаны всех излечить, мы понимаем, что есть случаи, когда помочь невозможно, и врач действительно не виноват. К сожалению, не всегда это может в моменте помочь волонтер, у которого вот прямо сейчас на руках умерло, или там пришел волонтер в клинику, и все, и ему могут сказать, что все, животным больше нет. Или там, ну, разные бывают сложные, эмоционально тяжелые случаи. И чисто психологически не может человек в это время подумать о другом человеке. Вот из этого провоцируется конфликт. Мы здесь выступаем таким буфером, потому что мы участвуем в этой коммуникации, ну, мы этого волонтера направили, мы с этой клиникой договорились, и вот в этом тяжелом случае всегда вступаем мы, чтобы каждая сторона, ну, короче, чтобы никто не ушел обиженным, потому что и волонтерам в этой ситуации всегда можно понять, и утешить, и успокоить, и объяснить, что было не так, и что никто не виноват, и так далее. И врачу можно оказать поддержку и благодарность даже в такой тяжелой ситуации. У нас очень много таких кейсов, когда конфликты действительно разрешались продуктивно, когда и волонтеры успокаивались, и приносили извинения, и признавали, что, да, они были чересчур эмоциональны, неправы, они все поняли и так далее. И когда и врачи после тяжелого лечения, которое закончилось летальным исходом, получали поддержку и понимали, что там на той стороне адекватные, разумные люди, с которыми можно работать, и они еще и человечные. Вот для нас важно вот такой образ и имидж волонтера формировать, поддерживать и доносить до людей, чтобы врачи не боялись сотрудничать с волонтерами, не боялись помогать животным, не боялись вообще входить в это сотрудничество с фондами зоозащитными. Очень много примеров негативных, к сожалению. И те врачи, которые отказываются работать с волонтерами, их можно понять, у них есть основания. Но мы работаем для того, чтобы они переходили на нашу сторону, потому что у нас есть печеньки. Перехожу к следующей программе. Уже непосредственно про работу с волонтерами. Как мы привлекаем волонтеров в приюты. Это сложная работа руками с животными. И, наверное, не каждый волонтер себе это выберет. Но когда мы подумали о том, почему волонтеры не приходят в приюты, мы поняли, что тяжело зайти в новую сферу и в новый коллектив. Поэтому классно будет сделать какие-то экскурсии в приюты. Так у нас появилась программа знакомства с приютом. Это когда мы собираем такую централизованную экскурсию в приюты Москвы и Подмосковья и привозим туда людей гулять с животными. Плюс тут в том, что людям не нужно самостоятельно что-то искать, готовиться, переживать. А как вот я приду, меня примут, не примут, кто-то будет, не будет, страшно, не страшно, собаку укусит, не укусит. Потому что все организовано. Приезжает группа, приезжает сотрудник фонда, встречает волонтеров этих новичков, основная команда приюта, проводит инструктаж и выдает совершенно замечательных, социализированных, проверенных, добродушных собак, которые приучены гулять. Это тот случай, когда люди даже с фобиями, которые боятся собак, могут попробовать себя в роли волонтера. Это тот случай, не когда человек выгуливает и социализирует собаку, а когда собака выгуливает человека. Ну, в общем, это проект, который помогает почувствовать себя волонтером, примерить на себя, посмотреть разные приюты, разные коллективы, выбрать тот, который больше понравился. И иногда это заканчивается тем, что человек действительно приходит в приют и остается надолго. Это вот самый, наверное, приятный результат от таких поездок, когда так случается. Да, так бывает не всегда, но даже те группы, которые приезжают единожды или приезжают периодически, это все равно большая помощь для животных, потому что это дополнительные руки, которые пошли и выголели собаку. Ну, то есть людей все равно не хватает, поэтому это все равно будет помощью. Но если человек еще и вернулся, ну, это вообще классно. Такие выезды у нас есть и для широкой публики, и корпоративные, когда, например, едет рабочая группа, коллектив какой-то компании, такое мы тоже проводим, и у нас есть тоже успешные кейсы, когда вот так вот ребята собрались, например, компания Dixie так ездила еще в незапамятные времена, лет, наверное, пять назад, и вот все эти пять лет они встречаются, собираются уже, даже и бывшие сотрудники, которые уже не работают, они все равно входят в это объединение, в эту группу волонтерскую, и приезжают поддерживать конкретный приют частный в Подмосковье уже много-много лет. Вот, то есть такие выезды, они, ну, приносят тоже пользу и показывают людям, что волонтерить в приюте – это вот так происходит, и, в общем-то, попробовать можно, не страшно. Но тут мы переходим к важному вопросу – не навреди. Когда мы задумывались над тем, как вообще волонтерить правильно, как помогать животным правильно, мы поняли, что тут действует тоже правило, что и для врачей, не навреди, и, как я уже говорила, для волонтера это прямо важно. Мы работаем с живыми существами, мы обязаны соблюдать правила безопасности и знать хотя бы азы того, как, ну, мануал, как пользоваться кошкой и собакой. Вот, и в далеком, по-моему, 2017 году мы сделали свою первую школу зооволонтера, когда мы обучили волонтерские команды Москвы и Подмосковья прямо очно, собирали такие закрытые группы, общались с врачами, учили их делать всякие процедуры, и после этого самые основные, основную эту информацию перенесли еще и в интернет в виде коротких роликов на программе, на платформе Степик. Степик есть, это школа зооволонтеров, самая первая. Но после этого мы поняли, что вообще-то нужно продолжать это дело, потому что в ветеринарии это очень быстро развивающаяся сфера, там постоянно все меняется, как, в общем-то, и в зоопсихологии в современной. Она очень быстро развивается, с теми мильными шагами идет, постоянно появляются новые лекарства, методы лечения, диагностики и трактовки, в том числе зоопсихологии, в принципе, тоже за последние годы претерпели изменения. Поэтому мы стали делать свою видеотеку, это огромный просветительский проект для владельцев животных. Мы поняли, что не стоит ограничиваться волонтерами, потому что забота о животных начинается с собственного питомца, и грамотность владельцев зачастую это хорошие гарантии для того, чтобы животное никогда не стало бездомным. И вот в далеком 2017 году мы это начали, и каждый год выпускаем новые видео, следим за актуальностью, приглашаем для этого лучших экспертов в ветеринарии и зоопсихологии. Сначала у нас набралась большая видеотека в Ютубе, которую мы рекомендуем, как я уже сказала, и волонтерам, и владельцам. После этого она перекочевала к нам на сайт, мы назвали проект Рея Академия, там все те же видео подобраны по категориям, есть удобная система фильтров, когда можно выбрать там видео про кошку, про собаку и смотреть в удобном для себя режиме, то есть просто удобная система поиска. Вот, и это, ну то есть мы поняли, что этот проект для нас прямо тоже очень важен. Почему? Потому что он как раз ведет к грамотному, он повышает уровень культуры содержания животных, он важен потому, что у нас большая страна, и есть регионы, в которых невозможно пока, та помощь, которая возможна в Москве, и долго еще будет невозможно, у них нет этих знаний, у них нет возможности никак их получить, и зачастую вот такие проекты, как наши, это единственная возможность узнать, как лечить, куда бежать, как определить и так далее. Вот, поэтому, ну, у этого просветительского проекта большое значение, зачем в принципе это нужно, вот в частности зоопсихология, да, зачем вообще она нужна обычным владельцам, казалось бы. Вот, наши волонтеры нарисовали рисунок, который демонстрирует, почему важно понимать в зоопсихологию хотя бы базово, особенно если ты занимаешься животными как волонтер, потому что коты и собаки все видят своими глазами, а мы своими, и это не одно и то же. В общем, поскольку они с нами говорить не могут, мы должны выучить их язык, чтобы донести до них, что мы хотим от них, и понимать, что они хотят от нас, и жить счастливо. И нам важно понимать это не просто самим, но и объяснять это другим, в частности, владельцам, которым мы отдаем животных. Вот, ну и, как я уже сказала, забота о животных начинается с заботы о своем собственном питомце. Вот здесь небольшая иллюстрация котика, это кошечка из приюта Ростова-на-Дону, и вот сейчас она живет в таких условиях. Мы видим интеллектуальную игрушку. Ну, то есть для меня это такая небольшая иллюстрация качественной жизни животного, который может достичь любой владелец. Что это значит? Есть такое устаревшее понятие, ну, типа, ну, в деревнях же как-то кошки жили, что там, миска молока и кусок еды, что им еще надо? Нет, все-таки мы живем в современных городских условиях, и животные все-таки не какие-то утилитарные для нас существа, которые просто ловят мышей и стерегут дом, это наши компаньоны, друзья, члены семьи, и, ну, современный подход говорит о том, что все-таки еды, воды и сна, покрытие самых простых потребностей жизненных недостаточно для счастливой жизни домашней кошки и собаки, а все-таки важно и здоровье, и безопасность, и, что самое главное, общение и развитие с нами, общение с нами, с компаньонами, вот эта связь, парочка животных и человек, межвидовое наше общение, оно приносит нам радость, но может доставить и проблемы. И вот, чтобы таких проблем не было, мы для этого и занимаемся просвещением, объясняем людям, как думает кошка, почему она ведет себя так, а не иначе, как решить проблемы, как предвосхитить проблемы, предугадать проблемы, и как, ну, вообще взаимодействовать с животным, чтобы никому это не доставляло неудобств и дискомфорта. И вот это просто примеры самых популярных наших лекций, самых таких базовых. У нас два формата есть в основном видео, это большие лекции, такие основополагающие, которые можно сесть два часа посмотреть, и прямо вот изучить инструкцию по применению кошки. Вот у вас кошки никогда не было, вы сели посмотрели, и все, вы прочитали мануал, вы знаете, как пользоваться, вы вооружились основной инфой. Ну, и то же самое про собаки, или про собак, или, например, чем болеют кошки, вы посмотрели, и вы уже примерно знаете, как выбирать врача, как не платить за лишние ненужные анализы и не налететь на развод, за какие анализы обязательно нужно заплатить, потому что они нужны для контроля здоровья вашего животного, какие симптомы опасны, какие не опасны, и так далее. И еще у нас есть цикл коротких практических видео, где мы учим основным навыкам, которые пригодятся и волонтеру, и владельцу, особенно это важно для регионов, потому что там не всегда есть возможность вовремя попасть к врачу, и просто даже территориально это может быть затруднено, да, и вот есть набор процедур, для которых необязателен врач, которые можно делать самостоятельно, и при этом сэкономить деньги, время, и нервы для себя и животного. Вот это мы все тоже показываем, как давать таблетки, как чистить зубы, как стричь когти и всякое такое прочее. Мы это сделали вместе с врачами, с их разрешения и благословения, поэтому все проверено. Зачем это нужно, что это дает волонтеру? Волонтеру и владельцу, да, но тут мы говорим о волонтерах, поэтому, естественно, базовые правила безопасности, предупрежден, значит, вооружен, практические навыки, знакомство с методами диагностики, знакомство с узкими специалистами, да, что, в принципе, люди узнают, что, оказывается, у кошек тоже есть стоматолог, и дерматолог тоже есть, и эндокринолог даже есть, а нефролог лечит почки у кошек и собак, тоже есть такие врачи, вот, и углубленные знания, то есть мы не останавливаемся на базовых лекциях, мы углубляемся в какие-то темы, чтобы те люди, которые заинтересовались, которые работают с животными, они могли тоже эти знания получать, как лечатся редкие заболевания, как правильно организовать уход за хроническим, за пациентом с хроническими какими-то проблемами и так далее, то есть мы, ну, такую информацию редкую и не слишком популярную, и не для широкой публики, да, тоже стараемся давать, чтобы у тех людей, которым это нужно, у которых животное вот этим болеет, а, например, нет, ну нет, в городе такого врача, ну нет, чтобы человек хотя бы знал, как это выглядит, как это определить, что и куда можно обратиться хотя бы онлайн. Итак, если говорить о том, чтобы человек стал волонтером в приюте, у нас есть вот такая схема, что можно записаться на знакомство с приютом, поездить по экскурсиям, поучиться в Ре-Академии, а можно просто написать нам на почту, у нас открытая коммуникация. Юрий в самом начале это как раз подтвердил, он сказал, что вот мы ему ответили, вот мы всем отвечаем, если мы не ответили, это какой-то нонсенс, может быть, письмо там не дошло до нас или попало куда-то, вот, но мы всем отвечаем довольно быстро, и открытую коммуникацию через почту и через телефонный номер мы всегда ведем, то есть нам просто можно написать на почту, я хочу быть волонтером, у нас на сайте есть анкета волонтера, и мы сами спрашиваем у человека о пожеланиях, о его каких-то наклонностях, может быть, качествах, и в принципе, ну, что вот он умеет и хочет делать, чем хочет помогать, и подбираем ему тот способ помощи, который подходит ему больше. О способах помощи. Их очень много, очень многие люди думают, я не могу забрать животное домой и не могу ездить в приют, значит, я не могу помочь животным. Это не так, потому что в 21 веке есть очень много возможностей помогать, даже не выходя из дома, даже если есть всего 15 минут в день или там час в неделю, есть очень много удаленных форматов помощи, и мы их тоже и сами используем, и привлекаем волонтеров, рассказываем об этом, чтобы люди про это знали. Для многих действительно это до сих пор является открытием, что ничего себе, надо же, оказывается, и так можно было помочь. Есть такой момент, что кто-то думает, я ничего не могу, ну, что я могу? У меня времени нет, денег нет, ну, как бы, что я могу? Ну, то есть сил нету, да. На самом деле, есть такие вдохновляющие примеры, когда вот вообще совершенно неожиданно для нас по собственной инициативе, вот, например, дети в школе просто взяли, распечатали животных, ну, вот на бумаге даже, не фото, и повесили себе на спину, и ходили так в целый день, у них была такая в школе акция. Мы вообще ахнули, когда это увидели, потому что, ну, их никто не, как бы, ну, то есть никто им этого не говорил, никто им это не, сверху такой не было команды, просто вот дети сами решили, вот, что мы можем, мы можем что-то, и решили, что вот они это могут. Конечно, нашли ли они хозяев животных? Да нет, наверное, нет, но дело не в этом, а именно вот в этом посыле, каком-то душевном, и в инициативе. Я уверена, что эти дети, когда вырастут, они про это будут помнить всю жизнь, что вот у них были занятия, посвященные животным, и они вот так вот сделали, ну, надели одинаковую одежду, одинакового цвета, наклеили себе вот эти вот картины, ну, не картины, а распечатки, и так целый день ходили, и их одноклассники, ну, не одноклассники, а, как это называется, ну, другие школьники, да, видели это, и преподаватели видели, и родители видели, ну, то есть это же вообще классный инфоповод, классный, ну, классное проявление себя. Ну, это вот, отвечая, живая иллюстрация, ответ на вопрос, что ты можешь. Если мы хотим, мы много можем. или вот примеры, когда дети написали, ну, переводи, придумали, что могла бы сказать кошка, которая в приюте живет и ищет дом, и вот сделали тоже такие, ну, это мы уже как бы переписали, они делали просто поделки, рисовали комиксы, что могла бы кошка сказать. Вот, это такие примеры, вдохновляющие для нас, взрослых, когда мы не можем придумать, что мы можем. Ну, и цитата, которая меня вдохновляет, я ее позаимствовала у Рузвельта, что это про то, что не будет лучших времен, мы не, ну, я не сторонник ждать прекрасного будущего, когда у нас будут все ресурсы, силы и возможности, животные, мы работаем в такой сфере, когда вот есть животные, им нужно кушать сейчас, помогать им нужно сейчас, лечиться сейчас, ну, то есть им все нужно сейчас, им некогда ждать прекрасного будущего, у них может его не быть, поэтому мы за то, чтобы помогать сейчас, пусть это будет 15 минут в день, но это будет помощь. Какая еще бывает помощь? Классный вид помощи ProBona, и вот все эти виды помощи мы в фонде используем, в том числе у нас есть волонтеры, которые помогают нам, как юристы, как айтишники, как специалист-таргетолог, таргетолог, ну, в общем, совершенно разные, да, люди, которые просто уделяют нам немного времени, как профессионалы, чтобы поддержать нашу работу. Ну, вот такие всякие активности, когда люди могут помогать, допустим, кому-то, кого-то травмирует, ну, просто поход в приют. Такое бывает, и это ок, это совершенно нормально, не обязательно всем ходить в приюты и всем гладить там собачек и гулять с ними. Можно помочь и другими способами, не травмируя себя, но при этом доставляя себе приятные ощущения удовольствия, что ты реально помогаешь. И вот мы тоже видим примеры, это сборы кормов, сборы помощи, вот, например, преподавательницы начальной школы вместе с детьми собирали подарки, у них была акция, и потом они все это отправили в приют. Мы участвуем в благотворительных ярмарках и традиционно всякий хендмейт, это то, что делают именно волонтеры, потом это помогает нам находить пожертвования, ну, люди приобретают сувениры и жертвуют фонд. Все это тоже делается руками волонтеров, и это способ и привлечь внимание к проблеме, да, и сделать какой-то подарок. Я вообще фанат того, чтобы все подарки покупать строго у благотворителей. Будем честны, вот сейчас 8 марта будет, но все равно, что мы идем покупаем кучу всякой ерунды. Но лучше то же самое купить у благотворительных фондов, и это будет двойной подарок кому-то, потому что это не просто полезная или милая вещь, но это еще и доброе дело, и этот подарок уже помог кому-то. Не важно там, даже не животным, а кому-то другому, это все равно классно. Вот тоже пример помощи хендмейт. У нас многие волонтеры, в том числе и корпоративные группы, и детские группы, и всякие классы, и детские сады, группы в детских садах делают нюхательные коврики для животных. Это такая тоже интеллектуальная игрушка. Нюхательный коврик не нюхают, это прикол, потому что очень часто, когда мы на ярмарке привозим такие коврики, люди пытаются их понюхать. На самом деле нет, нюхать их не надо. Это игрушка, которая развивает соображалку у собак, но поисковой навык, то есть мы в этот коврик прячем вкусняшки, и собака начинает нюхать и искать эти вкусняшки. Вот поэтому называется нюхательный. Собака его нюхает, так он не пахнет. Бывает, что компании помогают, то есть помогает не конкретно, не физлица, а именно компания организует волонтерскую помощь, организует своих сотрудников, вдохновляет их, побуждает их к волонтерской помощи. Такие примеры тоже у нас есть, когда целая компания становится партнером, когда у них внутри компании есть благотворительные программы, и они фонд туда включают, когда они организовывают в рамках компании корпоративное волонтерство, и это могут быть и волонтеры пробона, которые там, например, их труд оплачивается работодателем, но при этом они помогают фондам, или просто группа выезжает от компании в приют, например. Ну и всякие специальные программы, когда такого удается достичь, это вообще, конечно, очень классно. Самый простой метод помочь, которым мы тоже пользуемся, это сдать бумагу. Мы сдаем бумагу за деньги, и эти деньги перечисляют на счет фонда. Это смешные деньги, это немного, но эти деньги из мусора. И главное, что мы стараемся быть последовательными и, ну так скажем, созидательными, и как-то быть в целом в русле благотворительности, не ограничивать себя только вот помощью животным. Мы солидарны с коллегами, в том числе с коллегами из экологического направления. Это смежное с нами направление, оно очень нам близко, поэтому мы экологизируемся изо всех сил, мы в курсе всех тоже новостей, мы собираем пластик, собираем кучу всяких фракций сами, и в том числе вот собираем бумагу, ну, пластик мы, конечно, просто сдаем в переработку, а бумагу вот сдаем с помощью компании Бумага Добра в пользу нашего фонда. Вот, и тоже всем рассказываем, что это классный способ волонтерства, такую акцию, например, устроить у себя на работе или во дворе, там, в подъезде, и собрать бумагу, отдать, ну, тоже, и она поможет не только экологии, но и животным. Самый простой способ помочь, ему столько лет, сколько интернету и социальным сетям, но я вот не устаю про это говорить, что если нету ни времени, ни денег, ни сил, ничего, вот интернет есть, сделайте репост, реально работает, уже меняются кучу раз алгоритмы, соцсети, куча всего, реально работает репост, в нашем случае находятся хозяева, находятся сторонники фонда, люди жертвуют деньги, чем-то еще помогают, просто потому, что у кого-то где-то увидели репост. Люди думают, ой, ну что, у меня 15 друзей, никому не интересны коты, у них у всех есть коты или они не интересуются котами, у них аллергия и вообще правда работает. Даже если вам кажется, что никто не увидит этот репост, мы потом спрашиваем у людей, которые к нам пришли и оказывается, что через систему шести виртуальных рукопожатий, друг друга не зная, они каким-то образом увидели и вот, например, нашли кошку, забрали, один клик может изменить реально чью-то жизнь. Это невероятно, но мне кажется, это грех не использовать, это нужно использовать. Если ничего не можете сделать, другого по каким-то причинам, сделайте репост. Вот, ну, от нас же не убудет, да, а кому-то помощь. Ну, и немножко правил, которые мы для себя выявили, даже не выявили, это странно, они очевидные, на поверхности лежат, но мы их подтвердили за годы работы, за годы работы. Почему мало привлечь волонтера, да, важно его еще удержать и как-то мотивировать, как это все работает. Вообще простые правила, будьте вежливы. Вот, казалось бы, ну, банальщина, но мы видим столько примеров, когда, ну, просто невежливое обращение, просто какое-то хамство отворачивает человека от помощи. Столько, ну, то есть, вот, например, люди, простой пример, люди принесли помощь в приют, да, казалось бы, ну, они ожидают хотя бы вежливого обращения, а их встречают какими-то выкриками, типа, а, положите туда, как будто бы это само-самое разумеющееся. Ну, это невежливо, это некрасиво. Может быть, это имеет, ну, то есть, это можно объяснить, пусть и не оправдать, но объяснить там большой нагрузкой, выгоранием, усталостью волонтеров, но, ну, так просто нельзя делать. То есть, надо найти в себе силы, ну, поблагодарить человека и, ну, то есть, это просто даже, не знаю, наверное, не надо это комментировать. Давайте обратную связь. Тоже, вот, частый случай, человек чем-то помог, да, вот, например, там, пробона, ну, рекламировал, ну, например, занимался рекламой в интернете, да, ему поручили задачу, он ее сделал, написал, что он ее сделал, и все, и тишина. То есть, в ответ ничего, ни спасибо, ни какой-то обратной связи. Ну, вот, что подумает человек? Тут очень важно себя поставить на место другого человека. Что он подумает? Вот в этот момент, ну, понятно, что он развернется и уйдет, и больше не будет помогать, потому что у него возникнет ощущение, что его помощь не нужна, что он пользы не принес. Поэтому тут важно ценить не только, ну, и процесс ценить, что человек, в принципе, пришел и поработал на благо, да, и результат ценить. Я стараюсь возвращаться даже через время и написать, что вот, например, вы там помогали вот такому-то коту год назад, да, а он вот сейчас нашел дом. Спасибо вам большое за вашу поддержку. И понятно, что это в человеке, ну, вот, если бы мне так написали, да даже сейчас, хотя вот я уже, да, в теме столько, это, ну, мне кажется, так вдохновляет, окрыляет, и это, в принципе, приятно видеть даже эту реакцию людей со стороны, что они пишут там, ой, надо же, как мы рады. И это, ну, просто супер мотивация дальше помогать. Вот, казалось бы, всего одна фраза, да, да, она предполагает, что вы должны про этого человека помнить, что вы должны как-то держать это в голове, что вот он вот это вот сделал, и потом это имело такие-то приятные последствия. Но это реально мотивирует и окрыляет людей, и он же еще пойдет, потом всем расскажет, что вот, представляете, я же помогал коту, а сейчас он нашел дом, и все такие, о, что за кот, покажи, где, ну, то есть это как бы работает. И мы этим не пользуемся почему-то. Ну, уважать чужой труд и говорить спасибо, да, тоже банальные вещи, но я привела пример, что люди отворачиваются абсолютно оправданно и понятно, когда на них не реагируют. Ну, то есть человек бесплатно поработал, да, и как бы хотел, ну, включился искренне, а ему даже спасибо не сказали, и как бы вообще как будто так само собой разумеющееся. Ну, так не надо делать, в общем, будем вежливы. Вот, теперь о том, когда мы не используем волонтерский труд, это совершенно осознанно и принципиально, и мы прямо даже против того, ну, то есть против того, чтобы волонтеры вот в этом участвовали. Почему? У нас, например, есть программа Raymobil, это проект, который не имеет аналогов, это как раз относится к нашим инновациям, к сожалению, пока никто этого не повторил, это единственное социальное зоотокси в России, которое бесплатно перевозит животных из приютов в ветклиники. Почему мы здесь не используем волонтеров? Ну, есть водитель, да, у нас два водителя, они работают без выходных, сменяют друг друга без праздников, и это, то есть здесь мы сознательно не используем никаких волонтеров, потому что это огромная ответственность за жизнь, за здоровье, и у нас есть люди, которые прошли все инструктажи, которые обучены от и до, как себя вести с животным, и при этом там, ну, естественно, умеют водить и все такое, да, ну, то есть они официальные сотрудники фонда, они несут ответственность за эту суперопасную работу в плане того, что, ну, ты отвечаешь за жизнь животного и за жизнь человека, который едет с тобой в машине. У них есть маршрутные листы, как бы все официально, и, ну, в общем, это, как бы, снижает намного все риски, чем если бы это были там какие-то нанятые такси или какие-то волонтеры, ну, и опять же, мы не можем здесь использовать волонтеров, да, потому что мы, ну, наш такси работает постоянно, да, а волонтеры работают тогда, когда могут, ну, принимают участие в помощи, и здесь очевидно, что нужен специально обученный человек, водитель, который будет этим заниматься. Ну, и плюс машина, опять же, специально оборудована всякими штуками для перевозки животных, то есть это именно профессиональное такси, которое создано специально, чтобы с волонтеров снять эту нагрузку тоже. И вторая программа, это просветительская программа для детей. Очень часто в зоозащитных организациях есть так называемые уроки доброты, которые проводят как раз-таки волонтеры, они приходят в школы или там на мероприятия, очень часто приходят с животными и рассказывают о добрых делах. В общем-то, казалось бы, да, все хорошо, красиво, черн. Нет, мы против таких уроков, то есть мы сознательно их не проводим и выступаем против них. Почему? У нас работают профессиональные преподаватели, они сотрудники фонда, у них, ну, то есть это основная их работа, и это тоже сознательный наш выбор, потому что преподаватели профессиональные знают, как работать с детьми. У них есть для этого опыт, у них есть для этого навыки, у них есть профессиональный диплом, они работали в школе, они знают, как это делать. Мы проводим уроки не для того, чтобы детям привезти собаку и показать, что вот есть собака, мы помогаем собакам, вот мы классные, а для того, чтобы заложить в них на том этапе, когда они развиваются, идеи гуманности, милосердия, помощи животным и гуманного к ним отношения. И это профессия, то есть надо знать, как это делать. Ну, в школе же не работают волонтеры, да, и точно так же, то есть это уроки, и для этого нужна методика. На определенный возраст она разная, и у наших преподавателей на каждую возрастную категорию есть утвержденные планы занятий, которые отработаны, которые точно дают результат. Они проверены многократно не только нами и нашим опытом, и, например, педагогами, но и международными фондами, которые этим намного больше занимаются, ну, то есть намного больше лет занимаются, чем у нас в России существует даже благотворительность и помощь животным. Вот, и, ну, плюс к этому эти люди грамотные, да, и смысл-то не просто рассказать, а рассказать так, чтобы дети поняли, восприняли, запомнили, прочувствовали. Эта профессия, это не просто вот пришел и от сердца выступил на эмоциях, нет. Именно поэтому мы, ну, за то, чтобы этим занимались профессионалы. Это дети, и они заслуживают только лучшего, поэтому, ну, мы считаем, что это не та область, где могут работать волонтеры, если мы хотим качественный результат. Ну, и плюс безопасность, да, потому что приходит официальный преподаватель, у него, ну, он общается официально со школой от имени фонда, ну, и в целом он взаимодействует с психикой ребенка, и мы абсолютно точно отвечаем, что, как бы, человек обучен, и все ок, и он там не нанесет каких-то травм, чтобы ребенок потом переживал по каким-то поводам. Ну, то есть у нас безопасные, бережные по отношению к детям занятия, которые учат их заботе о животных. И мы никогда не приводим на такие занятия животных. Это тоже принципиальная позиция, она не популярна в нашей стране, но мы консультировались и с психологами, и с зоопсихологами, и в целом, как бы, для нас это очевидно, что животные не игрушки, и мы не хотим популяризировать вот такой, ну, популистский такой подход, что вот животное, давайте его погладим и будем ему помогать. Нет, мы, ну, опять же, у нас работают педагоги, да, и они занимаются педагогикой, а не популизмом. Занятия с животными, они недопустимы, потому что это просто опасно, в первую очередь, для детей. Какое бы ни было животное, как нам кажется, доброе, социализированное и так далее, оно находится в ситуации стресса, оно, ну, как бы, и оно нам не подконтрольно полностью, да, мы никогда не можем знать, какая у него будет когда реакция. Мы никогда не можем знать, как себя поведет ребенок и как на это отреагирует животное. Поэтому, нет, мы не можем на себя брать, не имеем права на себя брать такую ответственность, приводить животных к детям, вот именно на уроки. Ну, и плюс, это травматично для животных, негуманно, да, то есть это большой стресс, и, ну, как бы, животные из приютов, как правило, не приспособлены к такому. То есть, нет, это не социализация, это действительно помещение животного в стрессовую среду, и, ну, в общем-то, так неправильно делать, это негуманно. Ну, и самое главное, такие уроки педагогически бесполезны, потому что мы-то хотим идеи гуманности, да, детям донести, а они смотрят на собаку и видят только собаку, и запомнят они только собаку, а не то, что им говорил преподаватель. Поэтому у нас есть муляжи, да, игрушечные животные, на которых вполне можно обучить ребенка каким-то действием, и, в принципе, ну, донести то, что мы хотим, но при этом акцентировать внимание именно на информацию, а не на само животное, не на визуальную картинку. И, ну, и, в общем-то, это дает свой результат, то есть, ну, эти занятия дают свой результат. Вот, это для нас важно вот тоже донести такой опыт, что, ну, не занимайтесь, товарищи, популизмом, давайте, ну, правда, воспитывать детей в духе гуманности и милосердия, но не таким образом, опять же, не за счет животных. Ну, и еще один наш большой проект, мы, как вот я уже рассказала о наших всех программах, у нас, мы помогаем разным приютам, но у нас нет своего приюта, да, то есть, мы фонд, который помогает разным приютам. У нас нет в этом плане заинтересованности в чем-то там своем, да, но при этом в какой-то момент мы задумались, что вот всю цепочку помощи животных, животным мы обеспечиваем, но своего какого-то места, куда бы мы тоже могли взять животное, например, в экстренной ситуации, когда нам звонят и говорят, вот, мы видим, куда вам привезти, а нам некуда привезти, и мы вынуждены отказать. У нас нет такого своего места, и мы задумались над тем, что по-хорошему вот этот формат приютов как мест для временного содержания животных, который сейчас существует в России, он на самом деле неэффективен и как бы неправилен, да, с точки зрения современных подходов к зоопсихологии, к содержанию животных, к уровню культуры содержания животных, и вот как в сфере помощи детям сейчас уходят в благотворительные организации от формата детских домов к формату фостерных, ну, к фостерным семьям, так, в общем-то, и у животных то же самое. Сейчас приюты, как правило, это густозаселенные, большие, ну, густозаселенные плотно территории, где, например, животные содержатся в клетках, в вольерах, в комнатах, вне зависимости от их уровня здоровья, от возраста, от болезней их, ну, короче, от всего. И получается, что очень многие животные не находят дом просто потому, что не хватает на них ни времени, ни сил, ну, как бы просто они сидят и сидят, да, никто ими не занимается. При этом животные часто травмируются, получают проблемы с психикой, они не адаптированы к домашней жизни, ну, в общем, как бы мы все знаем, что приюты – это тяжелый формат содержания животных, и от него в идеале нужно уходить. Поэтому мы придумали такой формат сделать не приют, а дом, где не будет ни клеток, ни вольеров, где животные будут содержаться в условиях, приближенных максимально к домашним. Для чего это нужно? Для того, чтобы животное, прибыв в приют, ну, прибыв в место временного содержания, мы сознательный райдом не называем приютом, проходило адаптацию и готовилось к домашней жизни, при этом не получая физических и психических проблем, и не задерживаясь на годы в приюте, когда уже животное там постарело, одичало, и, в принципе, уже никому не нужно, все о нем забыли. Вот, и, ну, мы надеемся, что мы сможем быстрее проводить там реабилитацию, и это ускорит поиск владельцев, и вот эту ротацию, когда животное прибыло, его привели в норму, отдали в семью и взяли на его место новое. То есть животных будет меньше, но мы предполагаем, что вот эта ротация будет проходить быстрее. И мы начали стройку в неудобном, как выяснилось, в 2019 году, мы попали в пандемию, в кризис, и, в общем-то, она затянулась, но сейчас она уже на стадии завершения. Вот мы видим, ну, в Одинцовском районе уже построен этот домик, там ведутся окончательные ремонтные работы внутренние, и мы надеемся, что в этом году мы откроем дом, и у нас уже будут свои подопечные животные, мы сможем не только помогать другим приютам, но и брать к себе тоже животных, и как бы полный вот этот цикл отрабатывать. Несмотря на то, что райдом еще не открыт, там уже были корпоративные как раз-таки волонтеры, готовили территорию к определенному этапу строительства, и тоже вот нам этим помогли. Я надеюсь, что, ну, затянулась у нас презентация, не знаю, там живы ли еще все, жив ли еще кто-то, но я надеюсь, что я вам показала, ну, рассказала, что помогать животным можно интересно, грамотно, результативно, несложно и по-разному, и такая, актуальный такой вопрос последние месяцы, а может быть и последние годы, есть такое, ну, поветрие, есть такое настроение сейчас у большинства людей, и у волонтеров в том числе, зачем все это теперь? Ну, оно как бы и раньше был этот вопрос, зачастую у волонтеров, которые особенно давно работают, уже устают от этой нагрузки, а сейчас этот вопрос как бы вдвойне волнует людей и опускает руки людям. Я тоже живой человек, я тоже чувствую это давление на себе, что сложно становится помогать, и как бы он звучит внутри многих сейчас, поэтому я вынесла это как итог, зачем все это теперь? Зачем помогать животным вообще теперь? У меня есть ответ, и он не мой. Я его позаимствовала у человека, которым я восхищалась с детства, это филолог, зовут его Дмитрий Сергеевич Лихачев. Ну, и я думаю, что моя презентация закончена. Очень надеюсь, что что-то полезное я сегодня рассказала. Буду благодарна за обратную связь, и приношу извинения, что так длинно все было, но для меня, правда, в первый раз такое выступление. И закончить я хочу на том, что я считаю, что да, мы помогаем бездомным животным, но на самом деле работаем мы с людьми, и помогаем мы в том числе и людям тоже. И с одной стороны, можно сказать, что это просто кошки, но на самом деле котики – это мой способ поговорить с людьми о милосердии. Поэтому я вас благодарю, что вы на это потратили свое время, и что у вас, видимо, отзывается как-то эта тема. Спасибо за то, что вы пришли и провели эти полтора часа со мной. Я всегда на связи, если вдруг есть какие-то вопросы, ко мне всегда можно обратиться. Как я уже сказала, мой телефон знает вся Москва, и он есть везде в интернете, и он всегда почти работает. Поэтому мы открыты к предложениям. Контакты фонда тоже всегда… там всегда отвечают, поэтому можно к нам обращаться, писать, звонить и приходить. Всем спасибо. Ну, если какие-то сейчас вопросы есть, то, соответственно, я готова ответить. Так, спасибо огромное. Ну, на самом деле, очень мне все понравилось. У вас очень такой ясный ум. Вот. И очень ясная, потрясающая презентация. Поэтому, несмотря на плотность информации, на длительность, ну, в общем-то, поскольку каких-то повторов нет, ничего нет, мне было очень интересно все время слушать. Вопросы у меня действительно накопились, но первый такой, он скорее не имеет отношения к делу. А почему на фотках одни кошки? Где же собаки? Вообще, знаете, ну, люди, в принципе, делятся на две категории. Собачники и кошатники. Я кошатник, у меня два телефона, потому что второй пришлось купить, просто потому что в первом 15 тысяч фоток котов, и все они очень нужны, их нельзя удалять. Поэтому, как бы, на компе первое, что у меня есть вообще там в загрузках и в хранилище, и в потобанке, это фотки котов, которые ищут дом. Вот. Большинство из них, это либо коты, мои подопечные, которые ищут дом, либо кошки, которые были у нас в программе стерилизации недавно, потому что тоже я собираю отчеты, и они у меня там, ну, в ближайших фотографиях есть. Поэтому это все актуальная информация, актуальные коты, которые реально существуют и реально ищут дом. И они оказались в презентации. Да, это понятно. Я лишь хотел уточнить, благодаря, ну, в смысле, вот этим фотографиям, они ставят вопрос, ну, вы же и собакам помогаете? Нет, ну, фотографии с собакой тоже там были, просто, видимо, да, коты... Сильно меньше. Да, сильно меньше, но мы, я учту это, да, я разбавлю собаками презентацию. Да, 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 то есть, ну, на самом деле, мне тоже очень нравится физиономия котов, вот, и, безусловно, они невероятно как-то располагают, и столько эстетически, мне нет к этому никаких вопросов, у меня только вот по функционалу вашей организации, вот, неужели собакам меньше, вот, ну, как я понял, нет, и тем, и тем, а вот этот приют загородный, он и про тех, и про тех, или только про котов? Нет, мы вообще помогаем и кошкам, и собакам, на самом деле, мы больше помогаем собакам, просто потому, что в приютах больше собак, чем кошек, как правило. А, понятно. Вот, а коты просто, да, это чисто визуальный контент, поэтому, ну, так получилось. Это не говорит, конечно, о соотношении, что мы там котам больше помогаем, а собакам меньше, нет. А рейдом, который мы строим, да, там будут жить примерно 15 собак и 20 кошек единомоментно, то есть они будут жить в комнатах, в домашней обстановке, и они даже, как мы предполагаем, могут жить друг с другом, то есть мы будем оценивать, ну, так скажем, кота-психотип и собака-психотип и совмещать их, ну, межвидово тоже, потому что бывает такое, что, например, у людей есть собака, да, они ищут кошку, им важно, чтобы была кошка, которая дружит с собакой. Мы такую возможность тоже предоставим людям, то есть это как бы дополнительные бонусы, которые получат животные, которые приедут в рейдом, что мы будем их социализировать таким образом, чтобы они знали друг друга, то есть кошки знали собак, собаки и кошек и умели дружить. Смотрите, правильно ли я понял, что если мы выведем за скупки всякие там, вот эти пробонопрограммы и прочее, а ставим исключительно, скажем так, функционал волонтерской помощи с животным, то у вас основные две базовые, основные два базовых направления. Первое, это когда люди так или иначе содействуют в, ну, сейчас я это обобщаю, вот и в устройстве вот животных, в какие-нибудь семьи там или каким-то людям в помощи стерилизации, в помощи в лечении, то есть там донести до клиники, там еще что-то сделать. И в этом направлении, в общем-то, волонтеры, это скорее просто городские доброходы, которых вы как-то можете даже не идентифицировать всерьез, а просто понимая, что человек действительно заботится о бездомном животном, вы вот ему содействуете. А второе направление, это вот помощь в приютах, оно тоже очень разнообразно, там что-то привезти, отвезти, но это я тоже выведу за скобки, это такой функционал технический, а вот с точки зрения самих животных, наверное, занятия с животными, наверное, там уборка клеток, не знаю, что-то еще. И вот это вот два основных таких базовых функционала. И вот во втором случае для вас как раз вот волонтеры, это может быть каком-то общей функционалом, более-менее конкретном, вот, может быть, даже вами как-то идентифицируем заранее, потому что, ну, в приют, понятно, там надо кого-то вести и так далее. Вот правильно или нет, я понял? Ну, так, что-то я не очень поняла вопрос. Вопрос, первое, вот эти два базовых направления, а второе, что в первом направлении, где вот там стерилизация и прочее, это скорее просто городские доброходы, которые, может быть, единоразово в жизни с вами встречаются, вот, даже как-то не встречаются. Позвонили, там, вы поняли, что человек не обманывает, да, там, бездомный, это, вы как-то его там, не знаю, снарегировали, и все. Это только часть, ну, то есть, тут я бы сказала, не совсем правильный портрет волонтеров, с которым мы работаем, добровольцы из числа неравнодушных граждан, да, которые единожды обратились, стерилизовали, исчезли, они, безусловно, есть, но они как раз-таки в меньшинстве в наших программах, потому что все-таки стерилизация и лечение, это, ну, такие специфические программы, да, и большинство волонтеров, которые принимают в них участие, это люди, как раз-таки, которые постоянно волонтерят, то есть, это люди уже с опытом, у них, они постоянно занимаются животными, у них животные там уезжают, приезжают новые, ну, то есть, для них это прямо большое такое жизненное хобби, вот, и мы этих людей как раз-таки идентифицируем и знаем, то есть, вот это, на самом деле, на них опирается наша программа, потому что, ну, те люди, которые там, стихийные волонтеры, да, то есть, там, увидел кошку во дворе, решил помочь, их, они могут возникнуть, могут не возникнуть, а вот постоянные волонтеры, которые прямо, ну, долгие годы этим занимаются, все-таки, они основа наших программ, и большинство животных приносят они и содержат они, ну, в плане, что, вот, шерствуют над ними, да, там, находят дом, ну, и плюс, это могут быть и просто частные волонтеры, как мы их называем, и, конечно же, волонтеры приютов, то есть, это основа этих программ, большинство животных в стерилизации, это, конечно, приюты и передержки, не уличные животные, потому что, ну, один случайный гражданин, там, одну кошку подобрал, да, и это уже для него, ну, такой серьезный вызов, потому что он никогда этим не занимался, и это как бы и долго, и тяжело, и с нашей большой поддержкой, вот как раз-таки, поддержка куратора, юного, нового, постоянные волонтеры, они все-таки уже с опытом, они знают, что как делать, они там могут животных привозить по 10 сразу, в клинику, ну, например, там, на какие-то процедуры, то есть, у них, например, мини-приюты, или передержки, то есть, у них много подопечных, и мы с ними, ну, такой, ну, понятно, да, понятно, вы уточнили, да, 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 теперь более понятно, вот, а вот эти вот, которых вот вы сейчас называете волонтерами, добровольцами, они себя как-то именно с вами идентифицируют, или это все-таки, ну, может быть, человек действительно часто с вами, как бы, вот, для него вот принадлежность к вам, она важна, или нет? Ну, мы, они, как бы, не называются, не считаются прям такими волонтерами фонда Рей, да, то есть, они, мы скорее в каком-то таком партнерстве, да, то есть, мы берем на себя часть, ну, то есть, как я сказала, наша вообще миссия, наша цель создания инфраструктуры для животных, а что такое инфраструктура, да, когда любой волонтер может обратиться и получить помощь, поддержку, и получается, что вот они, у них есть, ну, какой-то, какой-то свой выстроенный там алгоритм работы, да, с животными, у них, они сами там решают, кому они отдают, как что, то есть, ну, мы до какого-то момента там не вмешиваемся, не воздействуем, но, в целом, наши взгляды на содержание животных совпадают, как бы, мы, ну, видим, что принципы основные там гуманности и цивилизованности содержания соблюдены, и мы берем на себя обеспечение вот этой, ну, просто снимаем с них финансовую нагрузку, по стерилизации, то есть они всегда знают, что они могут на стерилизацию обратиться к нам, там, за скидкой в клинику обратиться к нам, за зонфакси обратиться к нам, вот, мы за это, конечно, ну, у них нет такого звания, волонтер фонда Рэй, то есть они, как бы, нам за это ничего не должны, ну, я, ну, да, ни в коем случае не к тому, что оно там нужно, это звание, нет, просто мне именно уточнить, как и у вас, ну, как бы отношения с ними, вот, что скорее активность находится на их стороне, вы для них выступаете как партнером в решении той задачи, которая сегодня для них актуальна, ну, там, стерилизация, или передержка, или еще что-то, да, мы для них поддержка, то есть благодаря фонду они могут знать, что вот на вот эти услуги, да, на эту помощь они всегда могут рассчитывать. Понятно, понятно, вот, и вот второе направление, это помощь приютам, и здесь уже активность, видимо, на вашей стороне, потому что вам какие-то приходят запросы, из приютов, наверное, вот, или с другой стороны, иногда приходят запросы, наверное, от корпораций, но тогда вы под них все равно подберете задачи, то есть здесь как бы задачи ставите вы, и формируете вот эти какие-то поездки, или там переадресуете кого-то, чтобы люди ездили в приюты, правильно я понимаю или нет? Да, тут мы, у нас функция организатора, координатора, инициатора, вдохновителя, да, то есть, да, это, ну, то есть эту координацию мы берем тоже на себя, то есть, опять же, там, основному составу волонтерскому приютов, да, некогда особо там привлекать новых волонтеров, вот этим всем заниматься, мы тоже с них снимаем, то есть мы снимаем ту нагрузку, которую мы максимально можем снять с этих прекрасных людей, чтобы они, чтобы им было полегче выполнять эту тяжелую работу, вот, и что касается помощи приютам, у нас есть, ну, вот, так скажем, верифицированные нами приюты, эта система работает не так, что, допустим, вот нам, ну, вот, отличие стерилизации и лечения, в стерилизацию, например, может обратиться там городской житель, да, стерилизовать, и все, мы один раз ему помогли, и больше никогда его не видели, а с приютом, конечно, это постоянное сотрудничество, то есть, там, один раз, там, 8 лет назад нам приют прислал заявку, мы приют проверили, мы одобрили, мы с ним работаем, он у нас в постоянном списке поддержки, то есть, это значит, что мы регулярно каждый месяц, ну, раньше каждый квартал, сейчас уже и каждый месяц многим помогаем, естественно, мы у приютов спрашиваем, какая нужда, что нужно, ну, какие корма, или, может быть, какие-то лекарства, то есть, вот, вот сейчас, что актуально, они нам говорят о своих потребностях, мы это закупаем и привозим, ну, либо они у нас забирают. Да, очень понятно, спасибо огромное, и, соответственно, ну, в связи с этим, вот, вопрос, просто есть тоже разные какие-то подходы, разные модели, вот, как у вас, получается, что вам при организации какой-то именно ваш выверенный такой, грубо говоря, волонтерского общества, они не нужны, то есть, в принципе, или нужны, или он у вас есть такой? Я не услышала, пропадал звук. А я говорю, вот, при вашей организации, нужен ли вам, вот, волонтерский корпус, или волонтерское сообщество, там, по-разному называют, именно при, которая решает какие-то задачи, или оно вам, в принципе, не нужно, потому что, с одной стороны, вот, вы работаете с такими активистами из города уже, известными, партнерскими, а с другой стороны, вот, вы там, не знаю, обращаетесь в корпорации, и люди съездили в приют, там, по вашему заданию, что-то выполнили. Или при вас есть какое-то сообщество, вот, прям, волонтерское, которое что-то делает? Нет, сообщества волонтерского у нас пока нет, именно потому, что у нас нет своего приюта, и, как бы, те задачи, которые у нас есть в фонде, да, ну, это решается волонтерами пробона, там, интеллектуальными волонтерами, и, ну, у нас есть там очень небольшая команда, с которой мы много лет проводили фестивали, именно волонтерская, то есть она была чисто под фестивали, она до сих пор есть, просто мы пока фестивали приостановили, вот, но именно какое-то там супер-сообщество собирать при фонде, у нас не было нужды, потому что наша цель, организовать волонтеров и направить их в приюты, и желательно, чтобы они там же и остались, то есть после этого там уже человек сам решает, он в каком приюте останется, где ему понравилось, или чем он будет там дальше заниматься, помогать. Да, понятно. Когда мы откроем рейдом, конечно, мы будем развивать это направление, потому что нам, ну, то есть мы планируем, чтобы это было не просто местом содержания животных, но и культурно-просветительским центром, где будут собираться волонтеры, и, конечно, там нужна будет как раз-таки помощь и социализации животных, и, в принципе, мы там будем всякие просветительские занятия проводить, поэтому думаю, что волонтерская наша группа, ну, как бы вот волонтерский состав будет расти со временем. Да, понятно. Я действительно так и уловил тоже, что поскольку ваша роль сейчас, ваша действительно цель, скорее, вот, ну, вы назвали это инфраструктурно, вот, ну, и, как бы, внедрение в саму жизнь общества, вот этой культуры правильного отношения с бездомными животными, и некой культуры, как бы, построения, вот, и цивилизованных отношений, в том числе, ну, не знаю, связанных с медициной, там, и так далее, то, действительно, ну, я не уловил повода иметь вам при себе пока сообщество. Ну, вот, вы это и подтвердили, да, вот. Тогда, поясните, пожалуйста, теперь вот в контексте сказанного, я, наверное, понял, вот, и вы скажете, правильно я понял или нет, что вот это ваша школа зооволонтеров, на самом деле, это, действительно, не школа волонтеров для вас, а это школа вот этих вот, городских активистов, благодаря, классный кот, да, вот, или кошка, кто там у вас, вот, да, вот, вот этих городских активистов, на которых вы как бы, при котором вы как бы предлагаете взять ответственность за какую-то свою маленькую делянку, ну, кто-то вот будет содействовать там стерилизации, кто-то там увлечется, поедет в приют, то есть вы здесь скорее тоже работаете на общество вообще, на культуру вот этой помощи бездомных животных вообще, чем вот на свою организацию, правильно, через эту школу зооволонтеров? Да, да, это наша цель, потому что есть огромное количество животных и волонтеров в регионах, до которых мы не можем дотянуться и не можем им никак физически помочь. И в первую очередь, я думаю, что основная, ну, вообще, самую большую пользу все эти онлайн лекции принесут им, потому что у нас супер качество, ну, то есть в столице лучшая ветеринария мира, одна из лучших, это нужно понимать. Да, у нас она разношерстная, у нас есть большое количество, в принципе, ветеринаров, и из них, к сожалению, много непрофессионалов, просто потому что их в целом очень много, но среди них есть очень высокого качества специалисты, и у нас действительно одна из лучших ветеринарий мира, здесь, в Москве и в Питере, вот два центра. В регионах все очень тяжело, ну, просто что у нас большая страна, и как бы экономически невыгодно там содержать, невозможно пока содержать там ветеринарные госпитали и закупать дорогостоящие оборудования, потому что оно стоит как человеческое. И уровень культуры содержания еще не такой высокий, но там тоже есть люди, у которых есть такой запрос, и, к сожалению, там нет специалистов, которые могут по этому запросу ответить. Вот мы хотим, чтобы такие специалисты были удаленно, чтобы у людей была информация не аффилированная, потому что есть клиники или производители из зоосектора, которые выпускают какие-то там лекции, ну, какие-то просветительские материалы, но все-таки это может показаться людям аффилированной информацией, то есть если производитель делает какую-то лекцию, то очевидно, что он, наверное, хочет акцент сделать на своей продукции, там, на своей клинике, на своих услугах, мы благотворительный фонд, поэтому наша цель повышать культуру содержания животных, и у нас нет цели, ну, аффилированной с кем-то там действовать, да, опять же, у нас нет какой-то одной клиники, с которой бы мы сотрудничали, или какого-то одного производителя, который бы нас поддерживал. В этом плане мы абсолютно чистые и прозрачные, и наша цель – помогать животным. Поэтому и популярна так наша школа, потому что люди понимают, что, ну, они могут надеяться на правдивую информацию и на отфильтрованную информацию, то есть им не приходится серфить в интернете, да, гуглить, и как-то, ну, очень много разной информации разного качества. Мы это сделали за них, то есть можно посмотреть лекцию и узнать напрямую. Про видеолекции это действительно понятно, и я и сам очень заинтересовался вот какими-то вопросами, которые вы озвучили, или предполагаемыми вопросами, это действительно очень интересно. То есть действительно ваша вот эта вот миссия, она в данном случае реализуется через то, что вы как бы говорите человеку, если у тебя есть какое-то там, может быть, разное крошечное желание там помогать каким-то бездомным животным, то вот у нас в открытом доступе есть вот куча контента, если ты там хочешь как-то увлечься темой там медицинской помощи, то чтобы тебе понимать вообще, что это, вот, посмотри, если там стерилизация, не знаю, другая, если там устройство в приют третье, то есть вы как бы в открытом доступе предлагаете людям какую-то информацию, ну, как вы сказали, выверенную, проверенную, там, качественную, благодаря чему человек уже сам по себе сможет вот этот свой активизм, такой помощи животным развивать. Вот. Ну, очень круто, действительно круто. Вот. Ну, в принципе, я как раз хотел это уточнить, вы на мои вопросы ответили, и тогда у меня как-то пазл сложился, потому что не очень было понятно, там, есть при вас волонтеры, нет при вас волонтеров. Вот. Я хотел уточнить вот все-таки про школы, потому что вот ваша аргументация, она все равно мне вызвала вопросы про то, что там суперспециалисты должны учить, потому что ведь, ну, сама педагогика, она действительно предполагает некую алгоритмизацию некоторых уроков с относительно, может быть, там, простыми психологическими задачами или там относительно простыми знаниями, которые, в принципе, может вести любой человек, и результат будет достигнут. Ну, то есть там, если взять даже там седьмого класса урок математики, вам представить его, вам его как-то объяснить, если вы не математик, и представить алгоритм, то, может быть, даже вы немножечко не въезжая, но поскольку дети в контексте, проведя этот урок, вы достигнете результата. Дети там научатся чего-то решать. Вот. И так далее. И вот здесь про отказ ваш от волонтеров, ну, мне как-то вот не очень понятно, я ни в коем случае не подталкиваю вас на волонтеров перекладывать, это ваш выбор, как хотите, так и работайте. Но аргументация, она как-то вот, мне показалось, на какие-то вопросы не отвечает. То есть, почему именно человек за деньги расскажет лучше, чем человек, которому, если ему дать качественную презентацию, если с ним провести пару тренингов обучающих, и действительно быть уверенным, что он не будет нести чухню, а он действительно будет идти по этому уроку, и благодаря тренингам вы его будете знать, он вас будет знать, он прочувствует внутреннюю какую-то и логику, и даже психологию этого урока, этого занятия, то, ну, проведет он его там. Да, тут, смотрите, я имела в виду не столько тот факт, что за деньги или не за деньги, а я имела в виду, что мы принципиально в том, чтобы эти занятия проводили люди с педагогическим образованием. Ну, вот это вопрос. То есть, опять же, тут, ну, именно для наших занятий, мало быть просто педагогам, все-таки наши преподаватели довольно большое проходили обучение, ну, подготовку и по замзоопсихологии, и ветеринарии, и так далее. То есть, ну, это они тоже знают. Более того, они же сами, ну, наши преподаватели разрабатывали эти занятия в сотрудничестве с представителями международных фондов еще в то время. Вот, и, опять же, ну, у нас работает много лет преподаватель, который ведет это направление, она и на стажировке очень много, ну, то есть, это многолетняя... Нет, это понятно. ...работа, да, и... Ну, а что они там такого рассказывают? Да, я не исключаю, что, ну, как бы, если человек-педагог, то можно его этому обучить, но нам тут, скорее, важны и приверженность нашим ценностям, и, опять же, мы не можем нести ответственность за то, что там, грубо говоря, несет человек, которому показали презентацию, да, то есть, мы, ну, не готовы за это брать ответственность на себя и нести эти репутационные риски, поэтому у нас работают... Ну, то есть, здесь, скорее, вопрос действительно в том, что вы хотите, чтобы информация действительно была преподана в контексте именно, как бы, вашей внутренней культуры и вашей какой-то планки высокой, ну, не знаю, вот именно аргумент про педагогику не представляется. Ну, нет, мы считаем, что это большая, ну, то есть, что это высокий уровень ответственности, и с этой ответственностью мы к этим задачам и подходим. Могут ли какие-то занятия проводить какие-то волонтеры с педагогическим уклоном, у которых там, ну, образование может быть есть? Наверное, да. Да. Можем ли мы наши занятия поручить волонтерам, и, ну, смогут ли они их провести? Нет. Потому что это другой уровень подготовки. И плюс, ну, еще, как бы, нужно понимать задачи, да, то есть нам не столь важно, ну, как бы, мы работаем по Москве и по Московской области, потому что мы проводим очные занятия с детьми, да, ну, как бы онлайн-формат для детей, особенно для маленьких, это не очень хорошо воспринимается. Вот. И, как бы, ну, сотрудничество со школами тоже некую ответственность подразумевает. Это все не просто в организации. Ну, в общем, тут по самым разным причинам. Вот мы считаем, что самый, как бы, самый большой эффект, который бы нам хотелось, с нужным качеством. И с регулярностью дает профессиональный преподаватель. Ну, опять же, волонтеры, я уже говорила, что волонтеры работают в свободное время, когда им захочется, а все-таки методика там важна. Нет, это понятно, что вы... У нас есть школы, куда преподаватели, например, приходят, ну, в течение, там, нескольких лет и повторяют на тех же самых детей, повторяют разные курсы, дают. Вот. Конечно, это отложенный эффект, мы не можем его полностью измерить, да, но при этом, как бы, вот через 8 лет нашей работы к нам на собеседование пришла девушка, которая на вопрос, откуда вы знаете от фонда Рэй, сказала, что она запомнила... Нет, не из детства, ну, как бы, слава богу, еще не из детства, мы еще не настолько... 8 лет, вообще-то, почему? Вот, но, нет, она сказала, что, да, к ней в школу приходили в старших классах преподаватели, она запомнила эти занятия, и как бы, вот... Нет, класс, класс, это действительно очень круто. Вот. Спасибо огромное. У меня, ну, вопрос и все, потому что, вот, как-то пазл не вкладывался, а вы мне помогли его сложить, теперь я думаю, что более-менее понимаю, как что происходит. Вот. Еще раз очень благодарен за такую ясность и вложение, за четкую структуру, вот, прям класс, класс, класс. Да, хорошо, спасибо большое, и всем хорошего вечера. Спасибо. Все, тогда, да, до связи, да, до свидания, всем пока. До свидания.